радио проект здравствуйте уважаемые радиослушатели в эфире передача 4 из цикла московской метро проекты прошлого настоящего и будущего у микрофона евгений матусов сегодня мы поговорим о том как проектировалась метро в пятидесятые шестидесятые и семидесятые годы 20 века какие тогда были планы на перспективу и что было открыто в москве какие диаметры какие радиусы планировалось построить и какие в итоге строились в прошлый раз мы говорили о планах тридцатых сороковых годов и подчеркнули для себя некоторые основные выводы и один из выводов был также то что не отказывались тогда от планов соединения железнодорожных диаметров железнодорожных направлений глубоким вводом под центром москвы хотя эти планы все откладывались откладывались все дальше и дальше и вот теперь в пятидесятых шестидесятых мы посмотрим как виды изменялись эти планы и наконец как они совсем пропали из перспективных схем московского метрополитена вернемся к центру москвы как мы говорили в прошлый раз были разные варианты соединения диаметров друг с другом и эти варианты также все время менялись и продолжали они меняться и в пятидесятых и в шестидесятых годах и вообще надо сказать что пятидесятых и в шестидесятых годах планы менялись так часто что иногда схемы выпускаемые в одном и том же году например в пятьдесят седьмом году противоречили друг другу и это объясняется не тем что люди делали ошибки а то тем что именно просто планы менялись так часто напомню что основные факты которые я привожу в этом в этой передаче основаны на очень интересном материале владимира свириденкова основные решения и истории проектирования московского метрополитена который есть на сайте владимира свириденкова наша метро точка ру и так какие были варианты друг проектирования соединения радиусов напомню что более менее ясно было что должен был быть рижский радиус из станции проспект мира или к тогда она называлась ботанический сад рижская алексеевская и в днх примерно был уже установлен что будет калужский радиус от калужской площади примерно до существующей станции новой черемушки ну а также было ясно что нужно продлевать законческую линию от парка культуры на юг в сторону московского университета который строился на воробьевых горах ну начнем пожалуй мы вот именно с этого куска интересно там что там были два варианта продления во первых в районе с будущего стадиона лужники должна была быть еще одна станция и теперешняя станция спортивная должна была называться усачевская а вот в районе лужники должна была быть еще одна станция в итоге эту станцию не построили также был вариант продление законческой линии дальше по другой трассировке сейчас я если вы не помните могу вам напомнить что после станции спортивная линия законческая делает крутой поворот такой достаточно на юго-восток а потом опять поворачивает и выходит на метро мост где расположена собственно станция воробьевы горы и идет дальше уже в сторону станции университет но станция университет расположена не в центре того комплекса университетских зданий не рядом с высоткой университета мгу а и немножечко как бы сбоку от университетских зданий да ну рассматривался даже на схеме 57 года вариант со станциями мгу и дворец советов а дворец советов тогда уже планировался не в районе станции их кропоткинская где был построен храм христа спасителя а до этого был бассейн а южнее мгу или юго-западнее его и если там должна была находиться станция то соответственно и первые станции который ближе к москве должна была находиться непосредственно вблизи главного здания мгу и станции ленинские горы в этом варианте не было совсем и можно предположить что линия тогда проектировалась под москвой рекой потому что иначе нельзя просто было выйти нормально к этому стану зданию мгу мелким заложением и схема это как бы косвенно объяснять неожиданное переименование существующей станции дворец советов станцию кропоткинская так как это название вместе с проектом дворца советов было перенесено на новое место то есть можно предположить например что тогда уже поняли что вот эта площадка храма христа спасителя просто не выдержит такое огромное здание с дворца советов с огромной статуей ленина наверху там грунты совсем не такие и решили этот проект куда-то пока перенести подальше за мгу что касается других радиусов значит посмотрим на 5 на рижский радиус некоторые считают что как бы рижский радиус заменил собой глубокий вод с севера например для ленинградского направления или октябрьского направления железной дороги я с этим не совсем согласен но был например в пятьдесят седьмом году предложен вариант когда рижский диаметр соединяется вовсе не с калужской линии и даже не с серпуховской как это тоже предполагалось о чем мы говорили в прошлой передаче а соединяется с калининской линии получается так называемый калининско-рижский диаметр который действительно в основном повторяет трассу планирующегося глубокого входа железных дорог и и отклоняется от нее только в центре это станция кировская вместе кировская вместо дзержинской и на севере уходит он к в днх а не в сторону например ярославского направления мы говорили об этом прошлый раз вот такой вариант напомним что в прошлый раз мы также говорили о том что предполагался серпуховской рижский диаметр и калужской тимирязевской и они должны были пройти двумя дугами по периметру бульварного кольца и где-то вот в районе полянки в районе трубные пересечься и тем самым образовать вот такое внутреннее малое кольцо такое образовать по которому даже при наличии соответствующего путевого развития могло бы быть и кольцевое движение да но от этих планов в итоге отказались и уже в схеме 1958 года вместо двух диаметров пересекающихся по станции трубная и вместо вот этого калининско-рижского диаметра которым я только что сказал мы теперь видим один калужско-рижский диаметр калужско-рижская линия которая в итоге была и построена если вернуться на секунду к схеме пятьдесят седьмого года она уже тогда предусматривала организацию пассажирского движения по южному участку малого кольца московской железной дороги от остановочного пункта братцево до остановочного пункта белокаменная это 38 с половиной километров и 22 остановочных пунктов то есть северный участок малого кольца который сейчас после открытия мцк пользуется большой популярностью тогда как-то не был перспективным потому что тогда еще там было очень мало жилья а вот южный участок который проходил не только через жилые районы но и через основные места приложения труда например это тот же зил или бывший завод имени сталина и вот в районе вот этих всех промзон на востоке очень много было тогда рабочих мест и естественная была идея использовать это кольцо но и надо сказать что тогда также предполагалось что все линии метро которые пересекают вот это южное полукольцо они будут иметь удобные пересадки достаточно это полукольцо то есть это как-то учитывалось но в итоге надо сказать что то что было построено за исключением станции ленинский проспект который имеет прямую пересадку на мк мжд все остальное пересадки достаточно неудобная то есть на серпуховском радиусе и и вообще забыли но тогда кстати он не был как мы уже говорили прошлый раз не был таким важным для строительства и он как бы был отложен на далекую совсем перспективу поэтому здесь еще и можно это простить но вот например на автозаводской действительно планировалась пересадка хотя станция уже была построена может быть как-то планировалось подвести пути мкжд немножко поближе или как-то по-другому сделать удобную пересадку что касается глубокого ввода давайте теперь к этому вопросу вернемся в 57 году глубокий вот по-прежнему существует но уже немножко в другом виде должны были по этому плану быть построены два подземных железнодорожных диаметра общей длиной 41 километр с 26 станциями и один диаметр шел по маршруту выхина таганская новокузнецкая арбатская 2 киевская 2 кунцево смотрите как интересно он как бы предполагалось что например сразу казанское направление в районе выхина уйдет под землю и по трассе который в итоге стала ждановским радиусом или таганским радиусом пойдет примерно до центра а потом выйдет так через центр что выйдет на белорусское направление то есть была такая глубокая связка белорусского и казанского направления с огромным количеством станций в центре ну а второй диаметр который предполагался это от горьковского направления карачарова дальше серебряническая это как планировалось видимо дополнительно встроить станцию на кольце может быть между таганской курской кировская или чистые пруды трубная и потом выход на рижский вокзал и опять-таки выход к маленковской на ярославском направлении то здесь мы имеем тот же самый проект первоначальный глубокого вода который мы видели еще в самом начале тридцатых годов до постройки московского метрополитена в итоге им если говорить особенно о первом проекте то наверное посчитали его таким дорогим что решили все-таки вместо вот этого глубокого вода построить таганский радиус настоящего метрополитена а не железнодорожный глубокий вод но насколько это было оправдано сейчас трудно сказать но то что точно в итоге где проектировщики просчитались это вот это именно кросс-пластформенная пересадка на станции выхина потому что конечно она была не рассчитана на те пассажиропотоки которые в итоге там появились ну к выхина мы еще вернемся в наших дальнейших передачах станция таганская доля арестантская белая акация на дворе цветет станция таганская станция таганская стрижка уркаганская маня облигация денег не берет станция таганская сладкое шампанская сладкое шампанское светит на москва реке в поле ресторан много не закладывай много не загадывай припасай чина реки до порыв карман а мы гуляем а мы не знаем до поры до времени где живем пролетанская хулиганская да ты станция да ты таганская станция таганская первая прокалена похороны Сталина гипсовую статую сняли втихаря эх, шестидесятые гордые, пузатые разбавляй проклятую песней плотаря а мы гуляем а мы не знаем до поры до времени где живем пролетанская хулиганская да ты станция да ты таганская станция таганская станция таганская песня залихватская нынче воскресенье празднует народ всюду-всюду ярмарки публики да яблоки да поздна веселье а завтра на завод а мы гуляли а мы не знаем до поры до времени где живем пролетанская хулиганская да ты станция да ты таганская пролетанская хулиганская да ты станция да ты таганская пролетанская хулиганская да ты станция да ты таганская станция таганская посмотрим что же было дальше я могу сказать что конечно это время времена хрущёва были и во всем была как бы экономия, борьба с излишествами и все это не обошло и метро, но мы не особо касаемся здесь архитектуры метро именно экономия шла вот по соображениям архитектуры, то есть строились стандартные станции сороконожки мелким заложением и вообще открытым способом предполагалось строить большинство линий московского метрополитена на рижском радиусе отказались от украшения станции первоначального они получились более унылыми чем должны были быть но в 59 году эта экономия пошла еще дальше и уже на перспективном плане этого года предусматривалось продление линий и строительство новых радиусов от станции к кольцевой линии мелким заложением или открытым способом без соединения радиусов через центр города каким бы то ни было способом вот так, то есть предполагалось что достаточно людям будет пересаживаться только на кольцевой линии а в центр им ездить больше вроде как и не надо или если надо то достаточно тех других радиусов которые уже в центр шли немногочисленных я надо сказать то есть вот такой вариант но слава богу долго он не прожил в таком виде потому что все таки проектировщики осознали что нельзя здесь экономить и что просто кольцо и пересадки на кольцо будут особенно очень перегружены и поэтому долго этот вариант не просуществовал и уже в 60-х годах мы опять увидим соединение диаметров поговорим немножко о калининском радиусе и сейчас мы оказываем оказываемся в 60-м году и там рассматривалось уже два варианта происхождения калининского радиуса один через заставу ильича новую или авиамоторную владимирский поселок до новогиреево вот такой вариант причем если смотреть по схемам то предполагалось приблизительно такая же пересадка в новогиреево как и в выхино то есть соединение с станцией с новогиреево очень близкая станции новогиреево горьковского направлении возможно такая же кроссплатформенная пересадка там как и выхино а второй вариант калининской линии шел через станцию крестьянской застава шарико-подшипниковская волгоградский проспект текстильщики кузьминки вишняки ждановской то есть в принципе он шел именно таганским радиусом или ждановским радиусом но от этого варианта для калининской линии отказались а в результате было принято решение строительство второму варианту ждановского радиуса метрополитена вместо планировавшегося по этому направлению железнодорожного глубокого вода то есть вот этот глубокий вод этот очень второй как бы мощный глубокий вод соединивший бы казанское и белорусское направления прожил в планах совсем совсем недолго намного меньше чем его собрат соединяющие ярославское и горьковское направления вот ну что еще надо сказать о планах начала 60-х годов продление замоскворецкого радиуса и строительство краснопресненского радиуса были отложены на будущее к 65 году семилетний план строительства был сокращен до 40 километров линий и до 22 станций в остальном же 65 год надо уже перейти потому что там определялись планы развития москвы до 1981 года и здесь важным отличием предложений 65 года от идеологии заложенный в план 59 года было именно возобновление строительства в центральной части москвы для соединения периферийных радиусов диаметром что же там предлагалось опять-таки не все планы того года в итоге соответствует тому что было построено значит по поводу выхина да по поводу ждановского радиуса предлагалось соединить его с будущим темирязевским радиусом а вовсе не с краснопресненским значит каким образом от лубянки он бы повернул к трубный и дальше пошел к савеловской и дальше по трассе темирязевского радиуса ну а краснопресненский радиус который тогда бы оставался свободным соединился бы с калининским радиусом но по тому плану именно который был шестьдесят пятом году не с постройкой с таких станций как пушкинская там да и три улицы 1905 года а с использованием глубокого участка киевская арбатская и взял бы вот этот калининско краснопресненский диаметр на себя этот участок то есть третяковская потом вышла арбатская и так далее до киевской глубокой но от киевской глубокой шел поворот с выходом к магистральным улицам и в район хорошего или хорошего мневники да то есть получалось что то то лет десять назад могли бы назвать строгинско- калининский калининская линия или строгинско-калининский диаметр и возможно что такая линия прошла бы мимо делового центра который конечно тогда не планировался но вот если мы говорим что она бы выходила к магистральным улицам то это она должна была пройти где-то в районе делового центра что хочется еще отметить в этой схеме так как не было еще планов краснопресненского радиуса в тушина то в тушина правда уже была на схеме показано ответвление примерно от сокола от горьковско-замоскворецкой линии то есть на горьковско-замоскворецкой линии тогда была бы вилка половина поездов шла бы например в сторону тушина вдоль волоколамского шоссе я так понимаю а половина к станции речной вокзал и дальше может быть в район химки ховрина он тогда так назывался хотя был уже можно сказать частью москвы теперь если еще говорить о горьковско-замоскворецком диаметре то надо посмотреть на юг он заканчивался долгое время станции автозаводской но продление дальше планировалось и в первую очередь она чистую утилитарную имела функцию дело в том что в районе каховской варшавской был так называемый поселок зис или поселок завода имени сталина и потом он был переименован почему-то волхонка зил то есть поселок уже завода имени лихачева и стояла задача чтобы люди которые там жили быстро добирались до завода имени лихачева до зила и поэтому уже довольно таки рано были планы вот эту линию за москворецкий радиус повернуть со своего направления на юго-восток повернуть так чтобы направление шло на запад до варшавской и до каховской то есть варшавская это станция коломенское повелецкого направления да ну и одновременно правда у проектировщиков была задача также и не оставить в дальней перспективе без метро вот районы ленина так раньше царицына называлась и может быть другие районы еще тогда орехово-борисово как бы это все были деревни но может быть уже были там планы построить что-то я например знаю что многие дома кстати в орехово-борисово были построены именно для лимитчиков которых приглашали на работу именно на зил лимитчики это приезжали просто иногородние их по лимиту селили в москве и предоставляли им даже квартиры вот москве и я сам просто знаю я сам жил в орехово-борисово и знаю что помимо за москворецкой линии который в итоге туда пришла в начале восьмидесятых многие автобусы или большинство автобусов ходили именно до конечной станции автозаводский мост из орехово-борисово именно потому что многие работали по-прежнему на зиле и была задача оба этих района объединить метрополитеном зилом и связи с этим уже тогда были первоначальные планы наметки о том чтобы на каширской сделать какой-то либо вилку либо что-то еще соединить какие-то участки линии чтобы и тот и другой район был обеспечен метрополитеном но частично были и другие планы например вот как раз шестьдесят пятом году вместо поворота за москворецкого радиуса каховской или на волхонку зил была запроектирована аж линия монорельса от станции нагатина то есть это в районе метро коломенской до платформы коломенское повелецкого направления то есть уже тогда баловались я бы так сказал идеи монорельса то есть это не только юрий михайлович лужков додумался построить монорельска уже в девяностых двухтысячных годах да но и тогда уже предполагали какую-то линию монорельса который довольно таки долгое время было в планах но в итоге все-таки построена не было может быть считали тогда что серпуховской радиус пока можно отложить на более долгую перспективу почему ну во первых я уже сказал потому что основной поток шел по мнению тогдашних проектировщиков в поперечном направлении из-за наличия зила то есть с запада на восток ну а во вторых думали может быть что повелецкая железная дорога пока справляется с потоком она достаточно прямо идет в центр города и быстро довозит людей и тогда еще не было таких больших жилых массивов там вот в районах чертанова например и поэтому серпуховской радиус пока можно было отложить на потом и качестве временной меры используют что-то типа вроде монорельса для подвоза к той же горьковская за москворецкой линии давайте теперь вернемся еще к другим планам дело в том что помимо вот планов на короткую перспективу предлагалось и что-то еще на будущее чем дальше линии отходили от центра города тем становились сразу видны недостатки вот это радиально кольцевой системы потому что чем дальше мы отходим тем больше становится расстояние между радиусами и расстояние становится такими большими что получается нехватка метрополитена в этом районе то есть даже на наземном общественном транспорте далеко получается добираться до метро если как раз человек находится между двух радиусов к чему это приводит это приводит тому что начинают загибать концы линий чтобы покрыть вот те жилые или промышленные районы которые достаточно важны которые или как бы исторически или географически возникли в тех местах где нету прямой линии метрополитена в центр города но в качестве примеров можно что привести ну во первых одним из первых наверное это был поворот по запроектирован к щелковской арбатско-покровской линии там первоначально была конечная первомайская на территории депо которую потом закрыли и продлили вот радиус с этим поворотом уже в тогда в планах было когда-нибудь продление сокольнической линии также к щелковской но как мы знаем до сих пор эти планы не реализовались и даже сейчас это скорее дальние планы чем ближние другой вариант конечно это то что вилки появляются даю чтобы тоже покрыть большую площадь метрополитеном мы сказали про возможную вилку в тушина про возможную вилку в сторону царицына и в сторону каховской были варианты также на севере то есть это за рижским радиусом за свиблова чтобы одна линия пошла в сторону бабушкинской или тогда поселка имени бабушкина а отвезвление классе на островской ну а что касается загибов то небольшой загиб у нас есть на филевской линии в сторону молодежной ну и потом далее в крылацкая есть загиб на калининской линии от шоссе энтузиастов она поворачивает уже в новогиреево и далее сейчас в новокосино мы видим что есть загиб и после кузьмина к выхина на таганском радиусе ну и наконец когда все-таки на за москворецком линии был построен поворот к царицына потом к орехово и к домодедовской красногвардейской то мы здесь вот особенно видим что у нас такой заворот линии идет именно чтобы покрыть большой крупный жилье жилой район орехово-борисова и потом вплоть до того что линия разворачивается на 180 градусов и подходит братьево уже как раз с юга на север когда так она вообще-то приходит с севера на юг ну и наконец калужская рижская линия когда в итоге ее достроили до новоясеневский или битцевский парк станции который так долго время называлась там тоже большой поворот от теплого стана уже недалеко от мкад правда но все равно чтобы вот это район ясенево покрыть метрополитеном вот такие основные повороты ну почти каждой линии если посмотреть очень мало линии которые бы из были совсем прямые та же законческая линия в итоге повернула к бульвару рокоссовского от черкизовской на севере серпуховской темирязевской линии тоже идет не самой прямой линии например не вдоль дмитровского шоссе и так далее необходимости вот этих поворотов надо отметить но также надо отметить что когда вот эти повороты делаются то очень тяжело продлевать радиусы дальше и потому что уже сделан поворот и нужно либо делать вилочное движение либо придумывать что-то еще либо строить совершенно новые радиусы которые естественно очень дороги в строительстве и плюс к тому же бесконечно радиусы продлить продлевать тоже нельзя потому что до лимитирующие перегоны перед самой кольцевой линии будут настолько заполнены что это уже будет невозможно ездить просто будет переполнение нужно строить именно поперечные связки и для этого предполагались разные тоже варианты надо сказать что было тогда вот в середине 60-х представлено два варианта принципиальной схемы перспективного развития метрополитена и электрифицированных железных дорог с увеличением сети метрополитена к 81 году до 290 или до 330 километров соответственно да то есть вот две такие схемы были представлены они вряд ли были очень реалистичными да но стоит несколько слов о них сказать ну во первых на первой схеме давайте мы посмотрим нас на нас особенно интересует все что связано железными дорогами потому что это нам напоминает современные проекты московских центральных диаметров и тогда именно произошел отказ можно сказать это глубокого ввода и на этих вот перспективных принципиальных схемах появились именно железнодорожные диаметры которые уже не проходят через самый центр города но по первому варианту давайте сначала посмотрим во-первых здесь сразу видно что задействуется для вот этих железнодорожных диаметров малое кольцо московской железной дороги но кольцевого движения на нем нет а она используется для радиусов значит первый радиусов который использует малое кольцо железной дороги это радиус соединяющий казанское и рижское направление то есть предполагалось что после плющихи казанское направление пойдет на север на малый кольцо железной дороги то есть к соколиной горе и далее к черкизовской и вплоть вот войковской где бы оно ушло дальше уже свернулась мкжд в сторону рижского направления пошло бы дальше по рискому направлению то есть это вот первый диаметр это казанско-рижский второй диаметр и использует западную часть масс малого кольца железной дороги это повелецкой направлении после нагатинской или нижних котлов она поворачивает как раз по ветке которые там и сейчас существует на запад на малое кольцо железной дороги крымской и дальше идет через запад через шалепиху ту же вплоть до совеловского направления и поворачивать на совеловское направление то есть получается павелецко-савеловский диаметр наконец курский и радиус выходит на ленинградский радиус получается курско-ленинградский диаметр но он проходит уже не через малое кольцо железной дороги а через соединительную ветку между курской и каланчевской то есть этот радиус конечно реализовать было проще всего также не проходит через Малое кольцо железной дороги, соединение белорусского и ярославского направления, оно проходит через Алексеевскую ветку, то есть через Савеловскую, Станкалит, и дальше, видимо, предполагалось своего рода эстакада над ленинградским направлением, соединяющий ярославское направление и Алексеевскую ветку. То есть вот это белорусско-ярославское направление сейчас уже не предлагается, но предлагалось киевско-ярославское соединение примерно по той же трассе, как и в той схеме 1965 года. Ну и, наконец, надо отметить соединение Горьковского направления с совершенно новым направлением, которое было показано линией вдоль Ленинского проспекта и дальше вдоль Киевского шоссе. То есть это предполагалась новая какая-то железная дорога, непонятно в каком исполнении, в подземном ли, в наземном. И она как раз пересекалась с Павелецко-Савеловским направлением примерно в районе современной Крымской. И дальше уходила по Малому кольцу железной дороги и там вот поворачивала в итоге в районе Нижегородской в сторону Горьковского направления, то есть соединялась с Горьковским направлением. Интересно, что в этой схеме не у дел оставалось киевское направление, то есть хотя по идее можно было бы предположить соединение с киевским направлением. Ну и внимательные слушатели, может быть, заметили, что на севере кусочек вот от Стрешневой или от Войковской, скажем, до Лихобор использовался двумя линиями, двумя диаметрами, то есть Рижско-Казанским диаметром и Павелецко-Савеловским диаметром. Ну и, кстати сказать, Савеловский диаметр в центре тоже не использовался железной дорогой больше, такое впечатление. Может быть, даже была идея, что Тимирязевский радиус не нужно строить, а можно просто отнять его у железной дороги, а железную дорогу пустить по Малому кольцу МКЖД. То есть вот такой вот интересный вариант. Это был первый вариант. И из того же источника, это брошюра Уласа, так называемая, есть вариант номер два. В этом варианте больше дается метрополитену для строительства, меньше железным дорогам. Ну, во-первых, исчезает вот этот новый железнодорожный радиус вдоль Ленинского проспекта, а вместо него задействуется очень сильно Павелецкое направление. По нему проходит аж два радиуса железнодорожных, разветвляясь в районе Котляково. То есть и Курское, и Павелецкий. То есть с Курского на Павелецкое переходят поезда в районе Котляково. И мы видим, что, скорее всего, были такие варианты. То есть был диаметр Подольск-Реутова, который проходил через Павелецкое направление и через Малое кольцо железной дороги, начиная от Нагатинской и дальше в сторону Нижегородской, и дальше в сторону Реутова. И также был Павелецко-Рижский диаметр, проходящий через западную часть Малого кольца железной дороги на участке от Котляково до Нагатинской, идущий вместе с вот этим радиусом Подольск-Реутова. На этой схеме белорусское направление по-прежнему соединяется с Ярославским, а вот Казанское направление соединяется с Октябрьским или с Ленинградским, но уже не через Малое кольцо железной дороги, а через центр, через Курский вокзал. То есть там запроектирован поворот с Казанского направления на Нижегородское в сторону центра, чтобы выйти к Курскому вокзалу и дальше через связку Курско-Колончевское к Октябрьскому направлению. Значит, здесь опять в этой схеме не задействовано Киевское направление, и также не задействовано и Савеловское направление вообще, то есть оно не является частью диаметров. А также не задействован значительный кусок Курского направления от Котляково, вот станции там Царицыно, Москворечья и так далее, вплоть до Серпа и Молота. Вот этот кусок, он хоть и показан на карте, как железная дорога, но не задействован для вот этих диаметров. В этой схеме появляются уже и наметки Большого кольца метрополитена. Ну, во-первых, здесь уже задействован участок как раз до Каховской, как часть этого Большого кольца. Это, наверное, первое появление этого участка. Что касается первого варианта, то в том варианте Большое кольцо полностью не строится, а строится как бы его южная полудуга. Примерно из Тушино в район хорошего Мневники, и дальше вниз до Кунцевской, и дальше примерно по современным планам вплоть до Каширской. От Каширской чуть восточнее, через Марьино Люблено до Выхина, и из Выхина дальше до Новогиреева примерно. То есть вот такая вот дуга. Ну, а на севере в первом варианте железнодорожный диаметр Казанско-Рижский принимает на себя функцию вот этого полукольца, так как проходит через северную дугу Малого кольца железной дороги. Во втором же варианте именно северная часть Малого кольца железнодороги, которая не задействована в железнодорожных диаметрах, используется для Большого кольца метрополитена, а на юге, где-то примерно от Нижегородской, почти очень похоже на существующие планы Большого кольца, строится южная дуга Большой кольцевой линии отдельно, то есть это примерно от современной станции улицы Панфилова, да, и дальше вниз до той же станции в Мневниках, Кунцевской, и дальше через проспект Вернадского до Каховской, Каширской, и дальше опять-таки захватывает район Люблюно, но выходит уже через Кузьминки к той же Нижегородской, где опять возвращается на трассу МКЖД. Ну, правда, по схеме непонятно, нужно, предполагалось ли, отнять у МКЖД, или построить дополнительные пути вдоль МКЖД наземные, либо все-таки просто вести линию примерно вдоль МКЖД. Вот такие были интересные планы на тот момент. Надо сказать, что на схеме 1966 года, уже трудно сказать, который из этих двух вариантов предполагался как основной, там есть такая схема сочетания линий метро с железными дорогами. Так вот, на этой схеме скорее первый вариант использовался, потому что там показана линия метрополитена, именно вот эта южная дуга кольцевая, а еще показана, как пассажирская железная дорога, показано МКЖД. То есть, вот были такие разные варианты. И опять-таки, тогда планировалось именно, что все радиусы будут иметь нормальные пересадки, и они все обозначены между железной дорогой, в том числе и Малым кольцом МЖД, и метрополитеном. То есть, например, обозначены пересадки в районе тех же верхних котлов, и Нижегородской, и в районе Автозаводской, естественно, и также, например, на пересечении Большого кольца с Юга, с Курским направлением, тоже обозначена пересадка. Самое интересное, что вот эта схема сочетания линий метро с железными дорогами, оно действительно напоминает два варианта перспективной схемы 1965 года, но не совпадает с одним из них. Однако, впоследствии, многие линии прошли именно так, как нарисовано было на этой схеме, но нельзя этого сказать, правда, о пересадках на железной дороге. Они, хоть и на ней схеме были показаны, но, к сожалению, не везде были реализованы удобные эти пересадки. Летом 1968 года было принято решение Совета Министров СССР о строительстве линий Московского метрополитена общей протяженностью 55 километров с 1968 по 1975 год. Вот такие планы на оставшиеся годы восьмой и девятой пятилетки. Туда вошли участки от Каширска до Ленина, то есть уже точно было известно, что будет вот это ответвление, и что Каширская будет станцией двойная. Потом там же уже, как задел, обозначен участок от Новослободской до Боровицкой, то есть это задел на Сепуховско-Темирязевский радиус в таком виде. Потом решение зафиксировало отказ от ответвления Войковская-Тушина из проектов 65-66 годов и как бы санкционировало уже давно ведущиеся строительства в линии до Каховской. Интересен проект подвозящий линии от Новослободской до Савеловской и новое решение продления этой линии на юг. То есть на юг там уже предполагалось наконец продлить радиус будущей Сепуховской. Ускоренными планами шло строительство все-таки внутри Садового кольца, в центре. На Красноплесненском радиусе между Щукинской и Тушинской, вот это теперь уже то, что действительно было построено, то есть это уже направление на Тушино, а не Хорошово-Мневники. Упоминается еще станция, которая будет сооружена в центральной части Тушинского аэродрома и теперь известна как станция Спартак. Но правда Хорошово-Мневники туда, основные туннели Красноплесненского радиуса не шли, но упоминается ответвление от Полежаевской в район Хорошово-Мневники в Серебряный Бор. И задел под это ответвление действительно был потом построен, именно поэтому на Полежаевской не два пути, как на всех других станциях, а три. Также упоминается продолжение Тимирязевского радиуса на север в Бескудниково, Горьковского радиуса от станции Речной вокзал до платформы Левобережная, а Кировского радиуса от станции Преображенская площадь в сторону Жилого массива на открытом шоссе. Там даже есть техзона для этого поворота именно от Преображенской площади, а не от Черкизовской, как в итоге было построено. А другое ответвление шло именно в сторону Щелковской вдоль Большой Черкизовской улицы и Щелковского шоссе. То есть там тоже своего рода ветка планировалась от станции Преображенской площади. Ну а Калининский радиус был отнесен на более позднее время, на десятую пятилетку, согласно этим планам. Наконец, переходим к 70-м годам. В июне 71-го года ЦК КПСС и Совет Министров СССР одобрили генеральный план развития Москвы на период до 85-90-го годов с прогнозами на перспективу до 2000-го года. И прогнозная длина линии метрополитена на расчетный срок составляла 320 километров, а на перспективу 450 километров. То есть, мы видим, что все-таки такой длины метрополитен к 2000-му году не достиг. И сейчас еще не достиг, если говорить 450 километров. Чем так важен для нас генеральный план 71-го года в метростроении? Он прежде всего заложил уже окончательно большую кольцевую линию. Это такой, можно сказать, культовый объект для многих интересующихся метро. И именно в 71-м году возникли его очертания. И также уже тогда в одном из вариантов перспективного развития были показаны хордовые линии, которые образовывали большую кольцевую линию. То есть, и это, то, что сейчас иногда тоже предлагается, уже было тогда предусмотрено. Ну, и также все основные радиусы, которые сейчас уже построены или строятся еще и уже есть в конкретных планах уже сейчас, можно сказать, уже скоро в 20-е годы 21-го века уже были тогда. И многие техзоны, которые были оставлены в соответствии с планами 71-го года, используются при современном строительстве в той или иной степени. А техзоны, это что значит, что там по минимуму в этих зонах есть коммуникации, какие-то трубы, трубопроводы и так далее. То есть, там гораздо легче что-то построить, особенно станции. Если туннели сейчас можно уйти на большую глубину и строить закрытым способом, то станции нужно строить так, чтобы выносить все коммуникации, которые на месте котлована станции находятся обычно. И здесь, конечно, использование тех зон, которые были оставлены по генплану 1971 года, очень упрощает дело. Давайте мы сейчас посмотрим, что же предполагалось в соответствии с генпланом 1971 года. Я уже сказал, что на перспективу по одному из вариантов намечалось строительство скоростных линий по хордовым направлениям, центральные участки которых образуют большое кольцо. На карте были показаны такие линии. Само большое кольцо должно было пройти по часовой стрелке от Каховской пойдем. Каховская, Калужская, проспект Вернадского, Лобачевская, Аминевская, Кунцево, Нижние Мневники. То есть, вот смотрите, мы сейчас идем именно по той же трассе, по которой в итоге все и строится уже в данный момент в 2019 году. Именно здесь строится большое кольцо метрополитена. Дальше трасса шла Октябрьское поле, Сокол, Владыкино. То есть, здесь уже через Сокол шло большое кольцо и выходило в районе Владыкино уже на трассу вдоль Малого кольца железной дороги, то есть, вдоль МЦК. Дальше шла Владыкино, Ростокинская, Северянин, Белокаменная, улица Подбильского, Черкизовская. То есть, вот этот перегон улицы Подбильского, Черкизовская должен был войти в Большое кольцо метрополитена, Измайловский парк, Шоссе энтузиастов, Кускова, Кузьминки, Люблино, Братиславское, Перерва и Каширское. И надо сказать, что на радиусах были оставлены кое-где заделы на пересадке на Большое кольцо, хотя бы минимальные заделы, то есть, например, оставлено место для строительства пересадки в центре зала, какое-то укрепление специально было сделано для этого. Первое такое укрепление было на Каховской для пересадки на Севастопольскую, и именно этот задел был использован раньше всего при строительстве станции Севастопольская. Ну, а такие же заделы говорят, что есть и на станции Проспект Вернадского, на станции Октябрьское поле и даже на более построенной гораздо позже станции Братиславской. Но, надо сказать, что здесь уже Большое кольцо на остальных участках значительно изменило свою трассу и уже не проходит так далеко, так как открылся уже участок МЦК, и от планов прохода через Кузьминки и дальше через Люблино, через Братиславскую тоже уже отказались. Вместо этих планов эти районы обслуживает Люблинский радиус. Значит, потом предлагались хордовые направления от Октябрьского поля в хорошего Серебряный Бор Троицы-Лыкова Красногорск, то есть уже тогда думали, что когда-то Мехатро придет и в Красногорск через Серебряный Бор, потом Ростокино, Отрадное, Бескутниково, Леонозово, Марк, Северянин, Федоскинская, улица Ротарта, еще одна линия, Братиславская, Капотня, Белая дача, Братиславская, Марьина, Борисова, Зябликова, это как раз участок Люблинского радиуса, в итоге, который был построен, и Калужская улица Миклуха Маклая Ясенева, то есть это опять-таки ответвление в сторону Ясенева, которое в итоге стало просто частью Калужского радиуса или Калужской Рижской линии. Вот такие варианты. В некоторых схемах вот эти все хордовые линии не представлены, а представлено только Большое Кольцо, и в итоге вот эти хордовые проекты были скорее отставлены в сторону и не реализовались, хотя они кое-где и показаны, но кое-где мы видим отголоски этих проектов. Например, до сих пор говорится о том, что от станции Ногатинский Затон или Кленовый Бульвар скорее пойдет может быть когда-то ответвление в Капотню. Я могу сказать, что те хордовые направления, которые вот именно в 71 году были показаны, я их прочел, их тяжело понять именно эту трассировку не видя перед собой карты, но мне они как-то не представляются очень перспективными, так как уж больно сильно на периферии были эти хорды и преимущество хорд именно в том, что они должны касаться очень близко внутреннего центрального какого-то кольца, где основные пересадки у нас основные рабочие места и если это не так, если по совсем периферии проходят эти хорды, то плюсов от них мало, но мы еще об этом поговорим, когда мы о более перспективном хордовом проекте так называемом четырех хорде из 80-х годов будем говорить уже в следующих передачах. А на этом мы нашу программу на сегодня заканчиваем. Хочется сказать основные тезисы еще какие. Да, Метрополитен развивался дальше. Сначала проблему охвата территории решали либо загибом радиусов, либо планируемыми ответвлениями, которые реализовались в принципе только на участке Каширско-Каховско-Каширско-Ленина или Царицына и дальше до Красногвардейской. Когда стало понятно, что этого не хватит и что продлять существующие радиусы тоже до бесконечности невозможно, появились планы большой кольцевой линии и появились планы новых радиусов и также первые наметки на хордовые линии еще не совсем удачные. И к сожалению, надо сказать, что полностью за эти годы с 50-60-х до 70-х исчез глубокий ввод с перспективных схем. Коротко появились железнодорожные диаметры и тоже скорее исчезли, пассажирское движение на малом кольце железной дороги по-прежнему планировалось в основном, но ничего не делалось для того, чтобы эти планы сделать реальностью и более того, как раз в 70-х годах уже эти планы не учитывались при продлении радиусов, тем самым пересадки на малое кольцо железной дороги и на железнодорожные другие направления не были сделаны оптимальными очень далеко расстояние на большинстве пересадок, если они вообще есть. Вот такая сложилась ситуация и, наконец, еще раз скажем, что генплан 71-го года в отношении метро послужил основой для последующих планов и для последующего активного строительства вплоть до 2000-х годов и даже до настоящего времени, потому что по этому техплану остались участки земли, техзоны, где еще не все застроено и где действительно можно построить метрополитен с меньшими вложениями без переселения людей, без выкупа земельных участков и особенно станции легче построить и поэтому в дальнейших планах часто очень проектировщики ориентировались на техзоны именно 71-го года, хотя и изменяли варьировали трассировки и линии, но использовали куски именно вот этих достаточно большие куски вот этих технических зон 71-го года. Спасибо за внимание до следующих встреч, надеюсь на ваши комментарии и предложения по содержанию наших будущих передач. Всего хорошего, до свидания. радиопроект субтитры субтитры Продолжение следует...